Монопольная наглость. Больше миллиарда тенге незаконно собрала с потребителей Крагандинской области компания Жизказган Энергосбыт и даже несмотря на решение суда не собирается снижать тариф. Фирма снабжает электричеством практически всю Крагандинскую область, за исключением Краганды и городов-спутников. Почти год вместо установленных 14 тенге население платит почти 19 за каждый киловатт электроэнергии. Чем объясняет компания свои запросы, как реагирует население и найдет ли Дарем управу на распоясавшегося услугодателя, выясняла Людмила Батюшкина. Житель Болхажа, заодно общественный инспектор Дарема Владимир Ребенин иначе как вором своего услугодателя не называет. С сентября он перестал вообще платить за электроэнергию с тех пор, как узнал, что вступило в силу решение суда о снижении тарифа. Если в апреле 2012 года болхажцы платили по 5 тенге за киловатт, то с приходом же с Казган Энергосбыта тариф вырос вдвое, а на сегодняшний день люди платят уже почти по 19 тенге. 180 миллионов на маркетинг. Я не думаю, что 180 миллионов на маркетинг идут на маркетинговые исследования. Это чистое, будем говорить, отмывание идет денег для дачи взяток. Я говорю, и я говорил это в суде открыто. То есть создана определенная группа, которая хорошо залазит в карман потребителей. В прошлом году антимонопольный департамент провел экспертизу и выяснил, что же с Казган Энергосбыт получает незаконную прибыль. Только за 2014 год она превысила миллиард тенге. Примерно столько же, по предположениям, фирма собрала сверхположенного и в этом году. Дарим потребовал снизить тариф и сделать перерасчет для потребителей. Но услугодатель упорно продолжает выставлять в квитанциях завышенные счета. Департаментом была введена именно 12.95 с 1 января. Однако субъект, не согласившись, обжаловал эти два мотивированных заключения и начал применять свою цену. На сегодняшний день департаментом совместно с прокуратурой Карагандинской области ведется проверка, по результатам которой будут соответствующие меры приняты. Как выяснил Дарим, Жасказган Энергосбыт покупал дешевую электроэнергию у нескольких компаний. А в антимонопольный департамент предоставлял информацию, что берет ее у Жамбулской ГРЭС, где энергия на порядок дороже. Но дать комментарий представитель компании отказался. Мы представляем доказательства. Департамент при проведении экспертизы цены неизвестно, какими документами руководствуется, неизвестно, на каком основании делает выводы и включает в расчеты неизвестно, кем приняты тарифы. С доводами юриста-услугодателя руководство Дарим не согласно. Оно считает, что компания вводит в заплуждение каждый суд и так получает свои тарифы. Он будет процедурно цепляться, всегда процедурно цепляться. Но никогда он не цепляется ни за какие необоснованные доходы, а именно цепляется процедурно и выигрывает эти суды. Это считают необоснованным, а именно обратить внимание на то, что он все-таки получал необоснованный доход в течение 14-го года. И много чего, возможно, мы еще не знаем. Жасказган Энергосбыт уже проиграл районную и апелляционную инстанцию суда, сегодня проиграл и касацию. Теперь намерен подавать иск в Верховный суд. Через пару недель Дарим завершит проверку и обещает наложить штраф на услугодателя и заставить сделать перерасчет для 475 тысяч потребителей. Решение в суда в силу уже вступило. Людмила Батюшкина, Ирина Нинаша, Владимир Иванек, 5 канал.